В Оренбуржье уже давно существует развитая структура духовного образования начального уровня – детских воскресных школ. О том, кого и чему там учат, а главное для чего – в материале наших оренбуржских коллег. Мне муж помогал первый этот домик делать. Вот эти стены мы устанавливали с ним полтора часа. А дети сами установили буквально за 10 минут. Божье чудо! Божья благодать! Воздушный крем такой аппетитный. А печенье из пасхального домика так и просится в рот. Но нельзя. Этот материал мы снимали в Страстную неделю. У православных строгий пост. Дети это знают и даже не подумают, конючить или возмущаться. Потому что в воскресной школе их учат главному – терпению. Это является такой малой закваской. Вот пусть это малая закваска, она всквасят потом все тесто. Отец Павел Баранов называет свою воскресную школу духовно-творческой лабораторией. Это когда учатся и руки, и душа. Каждое воскресенье после службы дети собираются на занятия. Они, естественно, бесплатные и совершенно необязательные. Кто хочет, тот приходит. И слушает. Здесь читают духовные книги, рассказывают о жизни святых людей. А еще преподаватели передают им прикладные и художественные навыки. Будешь солнышками на земле, Сотребайте хоть тем, кто рядом. Воскресные школьники из Черного Отрога повторяют пасхальные песни. Уже устали, слова путаются, но никто ни на кого не кричит. В воскресной школе так не принято. Вот даже если кто-то был поссорен, вот в воскресной школе сразу хочется помириться. Зимушку голодную, она меня спасла. Кроши хлебных, семечек для мышки припасла. На переменах в воскресных школах не услышишь такого нелепого и раздражающего детского мата. Да и перемен здесь как таковых нету. Потому что уроков тоже нет. Есть одно занятие длительностью примерно в час-полтора. Ни одному из них даже в голову не придет. Избить одноклассника, снять на камеру и выложить видео в интернет. Летом в воскресных школах тоже каникулы. Эти дети, опять же, по желанию, едут отдыхать в православный лагерь. Светоч. Лаврентия диагноз Z21. Один, другое название – ВИЧ-инфекция. Поэтому его бросили родители. Поэтому приютили в монастыре. А это уже смешанная воскресная школа при храме святителя Луки в Оренбурге. Здесь и дети, и взрослые. Сегодня на занятии смотрят фильм о монахах и их любви к людям. Впрочем, здесь монахов никто воспитывать не собирается. Каждый приходит сюда за ответом на свои вопросы. Как нужно в наше современное время жить по вере? Как нужно отвечать на те же самые вопросы, которые пытаются сейчас ответить? Удали по левой щеке, поставь право есть по праву, удали, что делать? В этом старом доме недалеко от центра Оренбурга живет человек, который в 90-е годы сразу после развала безбожного государства стал возрождать воскресные школы в нашем городе. Протодиакон Никольского кафедрального собора Владимир Мощенко. И до сих пор, опираясь на свои костыли, учит людей элементарным представлением о добре. Бодрый аскет с теплым светом в глазах забывает на своих занятиях, что ему слегка за 80. Его воскресная школа в ДК «Газовик» – это несколько поколений верующих людей. И это он считает своим богатством, а не года, как поется в популярной песне. Есть ученики, которые по 10 лет ходят, и не выгонишь их. В школе моей присутствовали семьи офицеров. Потом мне благодарил отец Владимир Мой ради школы в воскресной верующий сад. О как! В воскресной школе не дают аттестат, здесь нет обязательных предметов. А те, кто ходят вместе на занятия, не одноклассники, а братья и сестры. Аттестат зрелости здесь у каждого свой. Внутри его никто не видит, но зато очень чувствует. Если окружающие замечают, что человек просто стал чаще улыбаться, не только слушать других, но и слышать, это первые пятерки в его духовном дневнике. Воскресная школа сегодня не только образование, но и помощь нуждающимся. Есть молодежь, которая вместо вечерней прогулки с пивом, например, сходит к старикам и подметет у них полдома, и ничего не попросит взамен. Преподаватель воскресных школ, священники и светские педагоги на самом деле не преследуют целью закормить детей и взрослых чтением салмов. Их занятия дают основы для нормальных человеческих отношений. Есть такая пословица – дай сыну рыбу, и он хорошо поест сегодня. Научи его пользоваться удочкой, и он будет хорошо есть всю жизнь.